Мои дорогие, привет! Привет, доброе утро! Блогер проснулся! Вы посмотрите, в чём мать родила буквально! Так самое-то что-то смешное, я вышла из душа, полотенца, блядь, даже нет. Пришлось мне выкариться маленьким полотенчиком и надеть снова это ночное платье, ночную рубашку. Полотенце вон там, короче, нужно отодвинуть вот эту вот штуку, а лучше её не отодвинуть, а собрать, потому что она упадёт, а полотенца лежат вон там в комоде. И время уже 10-й час, и я проснулась, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля со всеми по телефону, туда-сюда. Короче, быстренько нужно собрать постель, быстренько собрать бельё, начать свой день, сварить кофе и начать работать. Надо параллельно, кстати, включать телевизор, ой, включать компьютер, чтобы он пока загрузился, прогрузился. Фух! Так, трясти не пойду на балкон, потому что это всё чистенько, всё вытрясено. Фух! Это же надо же, а? Я вчера всё постирала, полотенце, и не положила большое так полотенце в ванну. И знаете, каким полотенцем вытиралось? Вот это вот своё большое, такое прекрасное тело я протирала. Вот маленькое такое, знаете, как для головы. Вообще, я так не привыкла. Я так не привыкла, это вообще... И думаю, просто так холодно же, а у меня всё открыто, я же прохлаждаю. Тут окно открыло, там балконную дверь открыло. У нас, короче, показывает плюс 10. С утра плюс 10. Я прям не верю своим этим глазам, ушам. Плюс 10. Это же тепло, это же прям весна. Я могу ходить гулять в лес. Могу ходить гулять в лес, поэтому я очень рада. Подождите. Мне там одна девушка написала, что у тебя за фобия к волосам на полу, вот ты ходишь, собираешь. А приятно разве ходить по полу, который грязный? Ну вот у меня пол, в принципе, сами понимаете, знаешь, у меня квартира маленькая, и протереть пол для меня это вот пару пустяков. Но я всё равно это не так часто делаю. Ну, например, раз в 3 дня, в 4. Если у меня никого дома не было посторонних, то раз в 3, в 4 дня. Причём протереть пол для меня, знаете, сколько минут занимает? 20 минут всю квартиру. Всю квартиру. У меня такая стяпочка хорошая, такой маленький квадратик, такой махровый. Она так выжимается хорошо. Входишь, тут же её под проточной водичкой раз-раз-раз, волосы все в ванну, прополоскала, затёрла, пошла снова прополоскала, затёрла, прополоскала, затёрла, всё везде отодвинула, всё затёрла, всё. Тряпку прополоскала, повесила её на ведёрко, волосы, весь мусор из решёточки забрала, ванну почистила. Ну, потому что ванну надо чистить, когда что-то такое делаешь. Потом в эту ванну ты же садишься жопой. Тик, тык, 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 тык. Так, а что я сейчас говорю? Блин, я сейчас общалась со своей подружанечкой, с Анжелой. Блин, ну, которая в Америке живёт. Блин, я вообще, я не могу. Я так, я так насмеялась. Представляете, я так обрадовалась заранее. Она говорит, ну, всё, моя куколка, давай я пойду спать. А в Америке же там время-то, то есть у них сейчас ночь. У нас сейчас утро, а у них сейчас ночь. Она говорит, ладно, всё, я пойду спать. Это, доброе утро. Увидимся, говорит. Увидимся у тебя в гостях в Турции. И я так обрадовалась, будто бы я, ну, будто бы я уже купила квартиру в Турцию, будто бы я уже в Турции, и будто бы, ха-ха-ха, и будто бы Анжела ко мне уже приехала. Короче, я пережила все радостные эмоции из-за... Вот просто. Блин. Я вообще, я прям такая трубку-то положила и прям хохотать начала. Так. Так. Одно дело сделано. Заправить кровать утром, это обязательно. Обязательно. Если ты кровать не заправишь, у тебя день пойдёт вот так вот. Всё пойдёт кувырком. Поэтому и точно так же, девочки, порядок в дамской сумке определяет ваш общий образ мыслей. У вас в дамской сумочке порядок, у вас порядок в жизни. Вот так вот, мои дорогие. Запоминайте лайфхаки. Лайфхаки. Так. Думаете, что это такое? Это я конфетки ела на ночь. Ночью. Это я ела конфетки и бросала фанчики под этот... Под диван. Под диван. Надо волосы расплести. Вы думаете, у меня мытая посуда? Чёрта с два не на ту напали. Так. Ноут зарядился. Ноут зарядился. Сейчас включим. На ночь ставлю. После вчерашнего эфира, после вечернего, всё же в ноль разряжено. Так. Это включаем. А где телефон у меня рабочий? Сейчас. Это включаем. Время 20 минут. Мой рабочий день в 9-10 начинается. Ну, типа, я не очень-то опоздала. Я же тут. Я же тут дома. На работе. Так. Это вот так вот нужно сделать. У меня один остался. Один грейп всего лишь. У меня нет ничего. У меня нет ни яблок зелёных, ни грейпфрутов. Лимон закончился в доме. Сегодня нужно идти в магазин всё покупать. Так, 9-19 включился компьютер. О, 27 апреля. Ну, давай. Так. Канинск, СДЭК. Добро пожаловать. Так, я ставлю. Я ставлю. Давайте я вам это покажу. Придите кто-нибудь, помойте. Пожалуйста, помогите. Пожалуйста. Не бросайте меня в этой сложной жизненной ситуации. Пожалуйста, помогите. Блядь, сука. Не люблю посуду мыть. У меня мама, поэтому посудомойку-то и купила. Ну, посудомойку, пока её наберёшь полностью, а цикл мойки 2 часа. Да ты понимаешь, что ты это руками 5 минут вымоешь? Что 5 минут ты это вымоешь руками? Просто раз-раз-раз и всё. Турка уже вот застарела. Видите, что какая? Ну, она медная, она сама по себе, сама такая, жёлтая. Как бы поехать в Турцию? Как бы поехать в Турцию? Средиземное побережье. Ну, короче. Да, просто как бы поехать в Турцию? Сейчас я поставлю кофе и быстренько вымою посуду. Быстренько. Она у меня, в принципе, не такая уж и грязная. Там её нужно просто сполоснуть. Потому что у меня даже в раковине, в принципе, нет грязной посуды. Так. Сейчас я ещё зайду в группу, чтобы вы видели, что я отметилась. Зайду в группу, зайду в программу. Потому что мало ли, кто-то будет в эту же минуту, блядь, что-то писать. Это же как на грех. А так, ну, можно сказать, что я не опоздала на работу. Вот же она я. Я же вот она, на работе. Проснулась, варю себе кофе. Я так работаю. Кто на кого учился. Так, кофе поставила. Что мне нужно сделать? Ну, что, надо собрать бельё. Собрать бельё мне надо. Так, 9.22. Так. Так, кофе варится, да? Что тут пишут в этой группе, блядь, блюбаные? Так, опять эта стартовая страница Яндекс открылась. Мне Гугл надо. А, какой Гугл мне надо? Я на телефоне Гуглом пользуюсь. Это тут Гугл вижу. А это наши программы, которые, наши программы, которые сдековские, рекомендованы для использования Firefox Mozilla. Вот в этом. Ну, волосы я уже расчесывала. Это я не лохматущая. Так. Так, проспект Победа, 19. А наша группа. Так. И. Доброе утро всем. Сегодня смена Даши, да? Даши, сколько будет посылок в... А, в принципе, Даши, зачем я это спрашиваю? Я все равно приеду. Нужно купить чековую ленту. Так что в районе трех часов я к тебе приеду. Все. Чековой ленты же нет. Куда? Так. А еще? А еще сообщение для Марины. Мариша, слушай, ты грозилась купить широкий скотч. Раз уж я пойду в этот магазин в канцелярский, мне купить скотч или ты уже купила? Это распотребнадзор. Граждане, приехавшие в Свердловскую область из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей, а также проживающие с ними лица в течение двух недель после приезда, обязаны ограничить социальные контакты. Нашим дебилам хоть говори, хоть не говори. У нас же эта девочка-то, которая привезла коронавирус из Москвы, которая Иринкина племянница, Магафурова-то это, она же, блядь, заразила всех. Заразила своего отца. И сейчас-то ее-то сегодня выпишут. Заразила своего отца, он в тяжелом состоянии. Заразила там, блядь, брата, то ли двух племянников. Ну и сейчас там прикрыли всех. В пизду, блядь, пускай сидят на самоизоляции. Нахуй они нам нужны, заразу разносить. Так. Вход в клиент. Вход в клиент Зимбра. Сейчас мы посмотрим. Так, я пофе-то положила? Положила. Господи. Нет, вы посмотрите, а. Вот как это вот можно? Смотрите, сколько у меня сообщений непрочитанных. Вот видите, все черным выделено. Оповещение об открытии ПВЗ города Владивосток на Деревенской. Нахуй мне не нужно это оповещение. Ошибка при сохранении результатов прозвона ПЗДЗ. Уважаемые коллеги, по техническим причинам возможно возникновение ошибок при сохранении результатов прозвона. Ожидаемое время восстановления в течение часа. Мне зачем это нужно? К4, К5, личный кабинет, интеграция, проведение технических работ завершено. Так, соединение прервано. Нужно зайти в К4. Пошли вы нахуй со своими сообщениями. Вот с этими тестовыми сообщениями. Ты просто с ума сходишь из этих сообщений. От этого ненужного объема информации. Вот смотрите, проведение плановых ремонт по обновлению программы. Релиз 26 апреля. Так, возможны перебои в работе К4 и К5. Интеграция. Мы оповестим вас по завершению работ. Приносим извинения за возможные неудобства. Если бы я работала выходные, то, конечно же, были бы неудобства. Так, не плевать, что у вас выходные проходило. В связи с ужесточением карантина на период с 25 по 26 апреля ПВЗ в городе Грозный работать не будут. Курьерская доставка на территории республики также осуществляться не будет. Просьба проинформировать клиентов. С 25 по 26 апреля. Сегодня 27. Ну, видите, я субботу-воскресенье не заходила в корпоративную почту, поэтому тут у меня все накопилось. Блядь, восстановительные работы завершены. Зависание программы К4. Вот, вот, смотрите, как я работаю в каких условиях. Фу, эта машина едет. Я думала, кофе убегает. Я думала, нифига себе, кофе уже побежало. Надо воды накипятить. Видал, сколько у меня воды-то мало? Так, подожди. Нужно хлебнуть водички сначала. Так. Сейчас я быстренько поставлю водички, чтобы она у меня была. И пока кофе остывать будет, вот там она доварится. Сейчас водичку поставлю, корпоративную почту дочитаю. Корпоративную недопочту. Вот мне бы, вот, зачем, да, знать, какие ПВЗ открылись? Ну, зачем? Что не работает ПВЗ в городе Грозный. Я нахожусь в городе Каменский, вот, Каменск-Уральский. Мне зачем это знать? Зачем мне быть маленькой частью большого чего-то? Вот как считают у нас в СДЭКе. Зависание программы ТА-4, так, удали. Изменение стоимости услуг, так, уведомляем вас о предстоящих изменениях тарифов. О. С 27 апреля в режиме форс-мажора увеличиваются тарифы по услугам. Экспресс-лайт, экспресс-тяжеловесы и посылка по направлениям из Москвы в Улан-Удэ, Читу и обратно. О. Москва-Улан-Удэ, Чита, так, взыщем. Также увеличение коснется городов, груз из которых движется транзитом через Москву, Читу и Улан-Удэ. По направлению из Москвы и Иркутск транзитом через них увеличивается стоимость последующего килограмма по услугам экспресс-лайт, экспресс-тяжеловесы. Данное увеличение связано с отменой и задержкой рейсов, а также с существенным ростом тарифов авиаперевозчиков по данным направлениям и оставшихся рейсов. Так, про победы на разных фронтах. Лайв продолжает делиться добром и новостями от наших коллег. Громко и с музыкой поздравляем с днем рождения. Филиал в городе Красноярск, Екатеринбург, Алмата и Воронеж. Ага, Волгоград рассказывает о том, как стать ближе к клиенту. Павел Щербаков спас платье невесту и свадьбу. История действительно первоклассного сервиса за посылкой человек. Так, давайте почитаем интересную историю, как Павел Щербаков спас платье невесту и свадьбу. Давайте посмотрим. Тут они делятся своими героическими поступками. О, Господи, я прошла по ссылке и нужно зайти на Сдеклайф. Турка стоит неустойчиво? О, доставить платье, спасти свадьбу. Павел Щербаков, менеджер по работе с клиентами колл-центра, поделился с нами историей. Она о том, как вместе с коллегами доставляли платье для невесты и спасли свадьбу. Ко мне в руки попала накладная. В посылке было платье, которое опаздывало на свадьбу. Ну, пиздец. Ситуация заключается в следующем. Груз отправили из Москвы в аэропорт на рейс в Красноярск. Блин, мне мурашки по коже, так мило. Самолет, перевозивший груз, должен был прибыть утром. А забор груза и прибытие на склад по времени приходилось на 11.20. Слишком поздно для клиента, которая ожидала посылку. Мы поговорили с ней, обсудили время получения посылки. Конечно же, она очень переживала. На кону самый важный день – день ее свадьбы. Она ебнутая, что ли? В день свадьбы получать платье. Да и хуй бы на нее. Вот так-то разобраться. Ну, что, девка, дура, что ли? Я вообще не могу понять, как так можно свадьба сегодня, а в 11.20 она у тебя прилетает на самолете из Москвы в Красноярск. Так она не думала, что рейс может задержаться. Я вообще в шоке. Так, дебилов полно. Так, но в разговоре выяснилось, что этим же рейсом из Москвы в Красноярск ехал отец клиентки. И я стал думать, что могу сделать в этой ситуации. Позвонил нашим логистам в Москве, объяснив ситуацию. Затем позвонил представителям в аэропорту Шереметьево. Коллеги сразу откликнулись и сказали, что могут помочь в данной ситуации. Вытащат груз из направления и передадут платье отцу невесты. Пиздеж и провокация. Никогда такого не будет. Это просто счастливый случай. Такого не могут. Не могут достать груз из большого количества посылок. Выбрать именно это платье. Всем похуй на вашу свадьбу. Вот если честно, так-то разобраться. У всех есть своя работа. Давайте все в аэропорту в Москве отложили все дела. В аэропорту Шереметьево. Даже не Домодедово, даже не Внуково. То есть Шарик. Шереметьево, вы знаете, да, аэропорт? Там целый город. Вы что, дебилы? Вы это кому такие истории рассказываете? Такое решение вполне удовлетворило заказчика. Я позвонила отцу девушке и рассказала, куда можно подъехать и откуда забрать груз. К слову, когда мы решали вопрос в моем городе, была уже глубокая ночь. Ага, точно. Из-за какой-то девки все не спали. Что вообще, что ли? Из-за какой-то тупой девки все не спали. Так, проснувшись утром, я переживал, конечно, все ли получилось. Все ли получилось и удалось. Позже невеста по телефону рассказала, что очень довольна и платье получила. А я был рад проделанной работе. И поэтому могу поделиться этой историей с вами. Ведь я помог людям в один из самых важных моментов в жизни. Просто я считаю, что эта девка, она настолько тупая, раз она допустила эту ситуацию, она настолько тупая, что ее жизнь ничему не научит. Она в следующий раз сделает так же. Эта тупица в следующий раз будет надеяться на авось и в следующий раз сделает так же. Чтобы подвести всех людей, чтобы все бегали, крутились вокруг ее невзъебенной персоны. Ну как такое вообще возможно? У тебя сегодня свадьба и прилетает платье. Ах! И прилетает платье из Москвы в Красноярск. О боже! Я такой глупости еще не слышала. Так, все, надо закрыть нахуй этот Zek Life, как будто хуйню пишут. Так, это про победу на разных фронтах. Вот тут спасли платье, люди победы вспоминаем, празднуем. Редакция Life напоминает, что менять мир к лучшему можно в любых полевых, домашних условиях, а так же по всем фронтам. Угу, точно. Так, интеграция, задержки в работе модуля заказ, проведение восстановительных работ завершено. Это все за выходные. Обновление информации по работе сервисов на 24 апреля, так как это тоже старая информация. Приказ о работе компании в майские праздники. Так, ну-ка посмотрим. Ответили ли мне в группе. Так, так, Новосибирск, Zek Новосибирск. О работе компании. А, ну у нас же головное, головное это предприятие у нас в Новосибирске. Так, Zek Новосибирск, а 24-го. Приказываю, отдел доставки работает 30 апреля. Так, Дарья пишет. Доброе утро всем. Пока на город указано 591 посылка, но сумма меняется, растет. Дашенька, посмотри, пожалуйста, скотч широкий, потому что я все равно пойду за кассовой лентой, и чтобы за одним купила скотч. Вдруг Марина не купила. Она что-то там, знаешь, вот, что-то не читает сообщения. Может, купила, знаешь, что она могла его поставить в шкафчик, тот, который стоит у меня в помещении. Там вот под конвертами, открывай кубики снизу, вот там, если внизу стоит скотч, скажи, сколько его там стоит. Там запасик-то должен быть, но если что, я пойду, мотков 10 куплю. Так, 30 апреля не рабочий, 1 мая выходной, 2 мая выходной, 3 мая рабочий день для подразделений, работающих в воскресенье. Ну, 3 мая, получается, мы работаем, потому что мы же работаем в воскресенье. 4 мая рабочий день по графику субботы, 5 мая, для меня тут что поменялось. Так, все. Так, смотрим. Раздел CRM. 591 посылка, но сумма меняется, ну, цифра меняется, растет. Много идет посылок на город, это понятное дело. Так, сегодня 27 апреля. Сегодня 27 апреля, с чем вас и поздравляю. У кого сегодня день рождения, я вас обнимаю, и желаю вам счастья. Я в личной жизни. Так, 27. Что у меня сегодня из запланированных? Ничего. Ой, нет, подожди, я в эту складку зашла. Так бы и просидела весь день. Ничего не сделала, думала у меня ничего. Два, так, Минусинск и Тюмень. Минусинск. Два запланированных контакта. Ладно. Два запланированных контакта. Так, два запланированных контакта. Вот видите, как турка стояла-стояла. У меня же не индукционная поверхность. Вот на эти вот попробуй поставь такую маленькую турочку. С таким маленьким дном, конечно же, она падает. Так. А, я же хотела послушать. Вот. На самом-самом-самом минимальном огне. Вот. Вот это выключу, чайник. Он бы засвистел, если бы, ну, если бы, вы знаете, да, прекрасно, если бы был бы этот свисток закрыт. Блин, налила. Надо кувшинчик в это сполоснуть. Так, вот имбиря осталось. Вообще ничего не осталось. Так. Я, знаете, что поняла? Когда делаешь горячую воду, когда делаешь горячую воду, то можно, в принципе, не пользоваться средством. Но когда ты делаешь горячую воду, то нужно понимать, что у тебя рука хуёво будет после этого. Но я не хочу. У меня средство этого для мытья посуды, его дохера. Ну, вон у меня сколько банок. Я не хочу мыть средство. Оно, блин. Оно наполовину не смывается. Но у меня посуда нежирная. Ой, Инна. Чуть-чуть бы ещё и всё. У меня, кстати, окрошка закончилась. У меня нечего есть в доме. А почему мне нечего есть? Сейчас застану мясо. У меня нечего есть в доме. Я нечего. Сейчас застану мясо. Я нечего. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Я загружу это в микроволновку, а в посудомойку. Поэтому каждый раз я всегда посуду сколаскиваю, прежде чем даже в раковину поставить. А понимаю, что посуды мало, и зачем мне ставить посудомойку на целый цикл мойки, а целый цикл 2 часа. Ну 2 часа, зачем это нужно? Смотрите продолжение в следующей части. Лопатка. Нож. Инна, ты же девочка, у тебя должна быть всегда чистая раковина. Не на ту девочку напали. Так. 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 Еще кушинчик надо сполоснуть. Ах. Так. 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 Ах, как слеза! Оставки. Ах, кисленький, ах, какой кисленький, очень вкусный. Волосина, представляете меня, где-то. А, девчонка пишет, что за фобия, что за фобия ходить собирать волосы. Я вам желаю такой же фобии. Я вам желаю точно таких же фобий, потому что, когда чистый пол дома, это классно. Это классно. Вот сейчас будет лето. Вообще, если честно, я так-то хожу всегда босиком. Но я хожу вот сейчас, вот в этих вот, видите, вот в этих вот штуках. Только лишь по той причине, потому что у меня всегда все открыто. И здоровье я свое берегу, потому что я будущая мать. Тык, тык. Сейчас я быстренько этот стол протерла. Сейчас на него заставлю, все посуду. Все, блядь, так не... Не это, не ушел бы рукав. Вот макушка любимая. Тык, 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 тык. Так, что мне нужно еще помыть? Бокалы. Бокалы мне нужно... Вот я, представляете, все еще не вымыла. Когда я пила красное вино. Когда у меня был не вчерашний... Позавчера я его не вымыла. И вот этот бокал я не вымыла. Блядь, или мыла. Я же не могла его не вымыть. Ну, два дня мне не мог бокал стоять. Подожди, что-то я запуталась. Ну, я же вчера не пила красное вино. Нет. Я вчера пила вино, когда ужинала. Ко мне никто не приходил. Что-то я запуталась. Или два дня стоит. Вот и на, блядь. Вот хороша. Хороша честиля. Какой обалденный бокальчик. Нет. Нет. Я так боюсь всегда это нарушить. Протираю. 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 У меня так средства для посуды никогда не закончатся. Если я не буду пользоваться. Знаете, последние несколько дней я просто мою посуду горячей водой под проточной, под большой струей. И вообще не пользуюсь, понимаете, средством. Но у меня как? У меня же дома чисто. У меня же дома нет чужих бактерий. То есть мою посуду никто не брал. После гостей, допустим, все равно, как бы это сказать, другие люди в доме я всегда пользуюсь. А когда вот одна хожу, я сама обошкаюсь. После гостей всегда посуду мою. После чужих бактерий. Значит, я сегодня поеду на работу. Та-рам-па-рам, парам-па-рам. Сейчас эту ручку вымою заодно, чтобы к завтрашнему утру она у меня была чистенькая. Горячая? А, фу, горячая, конечно. Блин, и тут, и по чайникам горячо. А что я кинулась на нее? Ну, мне надо протереть. Вот здесь уж за одним. Ну, вот видите тут. Короче, надо протереть. Вот этой половинкой я плиты пользовалась, ну, протереть. Все. Мою пуху. Сейчас протру вон там. Мне нужно что-то придумать с конфетами. У меня конфет целый мешок. А как они будут храниться? Вот в этой мешке и будут храниться, что ли? Конфеты куда мне вот перегрузить? У меня нет такой большой вазы. Ну-ка, стой. Так, давай-ка нальем воды. Чтобы дома всегда была кипяченая водичка. В кувшине, там, видите, площадь воды, она больше, она быстрее остынет. Видите? Так. Кувшинчик себе поднаппетила. Вот, осталась у меня в доме только вот такая вот вода. Ах, очень вкусно. Представляете, что? Короче, одна девушка, которая, которая, короче, моя подписчица, Ольга. Мы с ней переписывались. Она говорит, Инна, жалко, что я тебя не смотрела в то время, когда ты была в Таиланде. Я в это же время была в Таиланде. Мы были недалеко от вас. Мы были недалеко от вас. Я, говорит, была с супругом. Я была с ребенком. Ну, как ребенок, там уже такой взрослый паренька. И говорит, ну, как так? Как так? Я тебя не смотрела. Мы бы с тобой зажгли там. Катались бы, веселились. Ё-моё. Я тоже очень опечалена этим фактом. Так. Средство, короче, у меня есть такое волшебное. Я сейчас тряпку замочу, чтобы она никогда не пахла тряпкой. Вот это вот темные пятна. Когда я красила голову хной, капнула на стол, и она это. Так, тряпочку расправила, сюда положила. Так, и на губочку тоже. И на губочку тоже. Сейчас-то утрамбуем. Добавим горяченькой водички. И поставим на дезинфекцию. Мыльная пена отрух. Так, что мне сейчас еще раз сделать нужно? Собрать белье. А, мне нужно сесть и выпить кофе. Какое собрать белье? Давай так буду потрачить всю жизнь. Нужно создать маленький хотя бы какой-то благоприятный вид в квартире. Что с конфетами-то решить? Я даже не знаю, куда их положить. А, подождите, дайте я пойду надену халат. Сейчас я вернусь. Все, мои дорогие, я вернулась. Принарядилась в свой халат. Сняла его с этой, как его. Ну, с мытья, как с этой. Ну, блядь, с сушилки. Вот, что думаете, я буду его гладить? Да никогда. Да никогда. Так, пойдем сейчас на балкон пить кофе. Зашла в ванну. Сняла эту ночнуху свою. Это, как сказать, поправила шторку. Встряхнула половички. Смыла все, как сказать. Ну, там было три крошинки. Смыла, закрыла, там стиралась. Закрыла эту, куда кладется порошок в стиральную машину. Закрыла дверку. Увидела, что капелька на зеркале это затерла. Блядь, восемь дел. Восемь дел сделала. Надо взять конфет, да пойти на это. Сколько возьмем? Три, да? Три конфетки. Пойдем сейчас на балкон. Ну, а что тут у меня? Посуда помыта. Что надо еще? Посуда помыта. Я отметилась, типа я работаю. 9.57 время. Кстати, 9.57. Никто ничего не написал в группе. Надо телефон взять. Надо кофе взять. А вот, видите, халат-то у меня вот тут вот висел. Так. Видите, я штанюшки свои постирала. Так, все, пошла я на балкон. Пошла я на балкон пить кофе. Тем более, наступили теплые деньки. Фух. Фух. Вот видите, сколько у меня уже бутылок скопилось. Это бутылки коплю для своего вина. Вот это вот банки. Это банки маме. Бутылки коплю для того, чтобы когда мое вино поспеет, чтобы я его разлила. У меня там около, так, бутыль на 19 литров. Там чуть больше половины. Ну, там половину, часть я солью на этот, как его, на осадок. Ну, наверное, литра 2 на осадок уйдет. И потом еще... Батон, да? Это же батон называется? Такой уазик. Литра 2. Ну, в общем, у меня литров 9 вина будет. Моего собственного производства. Знаете, почему стоит телефон неровный? Потому что шкура неровная. Потому что вот тут вот его поставила. Видите? Видно или нет? Видно, видно. Так, надо как-то его поудобнее расположить. И пить вместе кофе на балконе. Так, давайте-ка первый глоточек. О, боже. О, боже, это великолепно. Можно пить большими глотками. О, он такой крепкий. Он теплый. Он такой очень теплый. Такой очень вкусный. Когда закончится этот черт в карантине? Я ничего не знаю. Я уже даже новости не смотрю. Ну, не хотят, что я вру. Проснулась, включила телек. Там сказали, что 700 человек уже умерло в России. Да пиздец просто. А я хочу слушать такие новости. Мне нравятся новости, когда кто-то женился, родился, крестился. Ну, или там, как у мусульман называется традиция? Вот у нас крещение, а у вас? А у вас же тоже как-то называется, когда ребенка-то с Аллахом знакомят. Я, кстати, спрашивала как-то у львинки. И так она ему сказала, но я забыла. У львинки на маму, они же башкиры. Львинку-подружку мою помните? Закончится карантин, поеду к ней в гости. У меня, кстати, муж приезжает из Узбекистана. На заработках там был. В мае. Олежа приедет в мае. Ничего себе. Таких давно всех не видела. Живем в одном городе, списываемся по телефону. Дорогуль, как дела? Все. Она где-то, может быть, включит мой канал. Ну, у нас с двумя детьми в собственном доме. Там дел не в проворот. Их же надо и кормить. У львинки работа. Все мне когда. Вообще, я считаю, знаете, время, это дружба, дружба с собственной головой, это важно. Нет. Дружба в наше время, во взрослой жизни, это вообще совпадение графиков. Именно, именно совпадение графиков. Ты просто общаешься с теми людьми, которые могут отдыхать в это время, когда ты можешь отдыхать. Потому что иначе никаких точек соприкосновения. Ты будешь знать, что у тебя эти люди есть, все. Что они твои друзья. Ты все равно к ним пойдешь на день рождения, на свадьбу, на юбилеи. Но просто так уже в гости. Ну, блин, львинка еще живет от меня далеко. Львинка живет далеко. Там за переездом, короче. Львинка, это моя подружка, с которой я познакомилась, работая в исправительной колонии. Я работала в бухгалтерии, вела стол основные средства, а львинка сидела на исполнительных листах. Мы сидели в... У нас большой штат бухгалтеров было, 16 человек. И мы даже с ней сидели в разных кабинетах, и даже далеко друг от друга по коридору. Мы в начале, а они в конце. И мы с ней познакомились. И мы с ней так сдружились. Так вот, про смерть. Я не договорила фразу. Сейчас сижу, думаю, про себя. Блин, что за мысли улет? Говорю, я готова слушать идиотские истории, как про платье в Красноярске, да? Вот такие вот, что... Какая-то полуумная девка в свадебной суматохе забыла про платье. Ей из Москвы его в Красноярск на самолете привезли. Вот такие истории я готова слушать. Вот такие вот. Я не хочу слушать про смерти. Я не хочу слушать про болезни. Я хочу, чтобы все было хорошо. У меня. У нас у всех. Ой, не могу. Башка мокрая. Башка мокрая, не грязная, она мокрая. Причем я поливала душем ее вот так вот. Как не на голову лила, ну потому что вот так вот прям отчаянно лила на глаза, чтобы проснуться. Совсем чуть-чуть кофе осталось. Ну да, очень вкусная. Блин. У кого есть рядом торговая сеть Монетка? Ну-ка, сейчас я Женьке напишу, которая мне про эти конфеты-то сказала. Блин. Телефон давай, давай, давай. Я же сегодня смогла пользоваться WhatsApp. Но это же не отменяет того, что мне нужен новый телефон, да ведь? Заходит WhatsApp. Олесе ответила со вчерашних сообщений. Это много кому ответила. Много кому не ответила. Так, а это мои. Иринка. Красноярск. Давай, 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 давай. А! Так, это... Блин, вот не срабатывает. Так, Даша. Блин, давай, давай, давай. Саша написала. Блядь. Ну, как вот, блядь, да, прочитать сообщение. Так, моё сообщение. Написать звонок. Для пола с хлором есть средства? Саша написала. Саша написала. Есть много. Есть много. Так, доброе утро. Так, моё, Даша. Всё, влажные салфетки антибактериальные. Даша, я всё куплю. Влажные салфетки антибактериальные куплю. Кстати, спасибо, что напомнила. У нас в пачке их очень мало осталось. Так, и скотч куплю, и кассовую ленту куплю. Всё. Буду часа в два, в три. В три, наверное, да? В три лучше приеду к тебе. Ну, в три уже приду с этими, ну, как сказать, с пожитками со всеми. Всё куплю и приду к тебе в три. Блядь, ну ёбаный телефон. Так жить нельзя. Даша, я всё куплю. Влажные салфетки антибактериальные куплю. Кстати, спасибо, что у нас в пачке их очень мало осталось. Так, и скотч куплю, и кассовую ленту куплю. Всё. Буду часа в два, в три. В три, наверное. Она в три лучше приеду к тебе. Но в три уже приду с этими, ну, как сказать, с пожитками со всеми. Всё куплю, приду к тебе в три. На помощь. До конца. Так. Ирина. Господи. Иринка. Доброе утро. Спит. Только открыла глаза. Сбросила мне переписку нашего чата, где Татьяна Третьякова пишет ландышу в чате. А ты побольше Индре верь. Она и накрутила. И это ещё тот серый кардинал мне вообще нагрубила, это Индра. Хотя я к ней не обращалась. Детский сад ревнуют ко всем. Это всё возвращаясь к небезызвестной, ныне покинувшей нас, не буду говорить о покойниках, либо хорошо, либо никак. Это вообще жесть просто. Это просто жесть. Я сегодня Анжеле с Америка говорила. Я говорю, такое ощущение, что вот это была твоя подруга, а потом ты её привела в дом, она переспала с твоим мужем и сказала, что так оно и есть. Так оно и хорошо. Это я про прошлых своих модераторов. Вот предательство, оно то же самое. То же самое. То есть ты, она твоя подруга, ты её привела в дом, она переспала с твоим мужем и всё, как будто бы так оно и есть. Боженька-то покарал. Так, ладно. Моя дорогая, я сижу, пью кофе, записываю видео, потом дослушаю твоё голосовое. Ты чё, болеешь? Сдыхаешь, спохнилья. Отправь Андрея в магазин. Да чё его отправлять в магазин, у тебя дома всё есть. Иди подойди в холодильничку, открой пивка. А, ты пива не пьёшь. Блин, опять не с растухи. Шампанское есть? Открывай шампанское. Хуль тебе императрицы. Так. Так, а ты помнишь, как... А ты помнишь, как я на неё по ошибке начала наезжать? Спросой, я показалось, что она твой хейтер. Наверное, это не зря Бог подсказал гафнуть на неё. Ладно, спишемся, занимайся своими делами, целуй и хорошего дня. Вот. Вот, это Анжела моя написала в Америке. Так, это ей сердечко отправила. Это мне... Блин, это Анжела мне говорит. Всё, а ты... Блин, подожди, нет, нет. Иди к своей цели смело и уверенно. Я к тебе в гости в Турцию приеду. Смотрите. Ура, ура, ура. Представляешь, я к тебе в гости приеду? Ура, ура, ура. Представляешь, я к тебе в гости приеду в Турцию? Такое ощущение, что я уже купила квартиру и уже увидела тебя. Я уже обрадовалась. Ты моя дорогая. Представляете, заранее. А как так можно человеку обрадоваться с утра? Это вообще жесть. Так, Даша мне написала. А что мне надо идти? Время 10-10. 10-10. Мой рабочий день уже идёт час. Я тут сижу раз глагольствую. Конфетки ем. Конфетки-бараночки. Словно лебеди-саночки. Ах, вы птицы залётные. Слышу. Так. А-а-а. Это... Это же Нашида, да? Это Миланка выставила. Миллионы людей не заменят тебя никогда, мам. Но у Миланки мама умерла. Они её лечили и лечили, ими спасли. Во Франции у Милана с мамой жили. Это Миланка моя подружка, которая живёт в Грозном. Которая есть у меня в видео в Валанье. Так, ну-ка, подождите. Кто-то мне ещё писал, девчонки, что неудобно сетку москитную делать. А почему? У меня же она есть. Почему? Вот же у меня сетка-то москитная. Вы чё? Вот. Вот москитная сетка. Вот тут две рамы. Но у Миланки есть классный папа. У Миланки есть... Три брата. Мама её оставила в хорошей компании. Ну, мама сильно болела у неё, поэтому умерла. Так. Конфеточку ту, которую я съела, сюда. Фантики сюда. Так, турочку сюда. Сейчас я быстренько соберу бельё. Сейчас я пойду вот эту вот резиночку быстренько отнесу в этот. Если честно, у меня же всё ещё, как у негров в жопе, в ванне. У меня же там одна лампочка. Это просто жесть. Это просто жесть. Видите, вот буковки полиняли? Буковки были белые, буковки сейчас розовые. Это Наиль постирал. Наиль постирал и поставил мне... Вот мужики ничего делать не умеют. Я в Турцию уехала в ноябре в новом костюмчике, в нулёвеньком. Он когда стирал, и всё моё изнахратил. Вот, смотрите. Вот штанишки. Ну, вот как у меня даже рука не повернётся гладить их? Нахуя? Вот вы мне скажите, пожалуйста, нахуя их гладить, если они такие прекрасные? Нужно постирать. Короче, знаете как? Постираешь бельё, и сразу же из машинки его разгружаешь, сразу же. Не когда оно полежит и это высохнет. Ну вот у меня единственное, видите, только вот эти вот два заломыша от этой, ну, от верёвки. Ну, это я всё равно гладить не буду. На ляшках разойдётся. Вот тряпочка постиралась. Тут больше нету пухонных полотенец? Нету. Сейчас я быстренько отнесу его до места. Сейчас сяду работать. Сейчас соберу бельё, вот эту сушёлку уберу и сяду работать. Так ощущение, что такие ножки маленькие. На самом деле они маленькие, 37. Но я могу влезть и в 36,5 в шлёпки. Только если они взъём. Вот у меня проблема со взъёмом. Ну, потому что ножки жирненькие. Вот ещё. Кто-то носит капроновые носочки, типа одноразовые. А зачем их выбрасывать, если они нигде не порвались? Я никогда не выбрасываю. Многие, ну, это же не гандоны, чтобы их выбрасывать. Вот реально, девчонки многие выбрасывают. А там мне ещё девочки писали, мы каждый день меняем губки, мы каждый день меняем губки для этого. Так, у меня носки вот тут хранятся на балконе, в комоде. Мы каждый день меняем губки для этой, как его, для, блядь, ну, для бытия посуды. Да чё пиздёшь? Вот я губочку свою замочила. Это лифчик, это лифчик. Тик, 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 тик. Вот это, короче, у меня платье. Представляете, не отстиралось ведь вино? Я вообще сразу же сделала его этим. Вот, видите, капли от вина. Короче, я его сразу же забрызгала этим. А Фаберлик у меня такой Юля высылала. Потом утром проснулась, пятно так и осталось. Хотя, чё, не так уж и видно. Вот пятно. Ну, видно, конечно. Но я всё равно буду носить это платье. Вот пятно. Ещё тут где-то на рюшечках. Я всё равно буду носить это платье. Но неужто я его из-за пятна не буду носить? Ага, точно. Такое красивое. Василёк мне направил. Сидела, вела стрим, побухивала винишко, открывала, всё на себя налила. Бл***ь. Тупица. Сука. Вот прям вот не могу. Всё у меня из рук валится. Ой. Так. Вот в этой кофте. Эту кофту я очень люблю. Я её ношу уже давно. Это тоже мне Василёк направил. Одна цветовая гамма, да? Такая престарелая Барби. Видите, вот тут вниз какой кофты модный. С брюками, как красиво. Я вот в этой кофте на аватарке на своём канале. Я... Такой цвет классный. Как престарелая Барби, да? Вот всегда мою, мою, убираю, хлопаю. И вот это вот что за скатыш? Сейчас, секундочку, я выброшу. Вот что за скатыш? Так. Ой. Кто помнит моё платье домашнее? Вот постирала. Ну, это когда я голову красила. Оно тёмное, чтобы не запачкать. Ну, не буду же я в светлом халатике в своём его это... Чтобы запачкать. Либо вот в этом нарядном. Чтобы капнуло сюда, что ли? Я всё берегу. У меня все вещи годами. Так. Вот платье постирала. Чёрное. Вот платье постирала. Надо убирать. Так, подождите. Это были трусы, две штуки. Сейчас я сейчас. Сейчас я иду. Так. И постельное бельё. Пересохло. Пересохло, пересохло. Ну, и ничего страшного. Так, сейчас мы сложим. И потому что, если я с вами это не сделаю, я не сделаю этого никогда. Всё только в компании. Вот мне многие девчонки пишут, женщины. Инна, я пока тебя смотрела, я все дела переделала. Ты даёшь такой стимул. Вообще, ты даёшь такой стимул делать что-то. Так вот, мои хорошие. Я знаете, что вам хочу сказать? Вы тоже даёте мне стимул что-то делать. Если бы не мой YouTube-канал, я бы, может быть, тоже, блядь, ничего бы не делала. Сидела бы. Да нет, в принципе, нет. Я не как бы... Нет. Вот, представляете, ничего бы не делала, сидела бы порасти всё говном, я на кочке проживу. Нет, я сама по себе, знаете, такая. Ну, кто знает, я так-то по знаку Зодиака Дева. А представители этого знака, они характеризуются именно вот такой вот педантичностью, именно вот такой вот скрупулёзностью. Именно вот такие вот качества присущи. Как чистоплотность в том числе. Такое бодренькое, да, утро получилось. Я сейчас работать буду. Так, у меня два запланированных. Время 20 минут 11. Два запланированных. Я сейчас позвоню им. Ну, обратной связи они никакой мне не дали, по той лишь причине, потому что я всю корпоративную почту прочитала. Наверняка им были направлены коммерческие предложения, а если бы они посмотрели, если бы их устроило, то они дали бы мне обратную связь. Получается, ну, а что ты менеджера в продаже нужно всё равно написать? У меня вот два похожих комплекта было. Вот такой вот с звёздами. Один однотонный. Однотонный у меня. А Полинке я своей подарила комплект, точно такой же, только простыня вот этого вот, вот такого вот цвета. Серая, а там белые звёзды. Тоже безумно красивый. Но тот, если честно, комплект, он пизжи. Так, сейчас мы... Чтобы заломов не было, развернём его вот так вот. А я вчера вечером ещё эти цветы помыла. Он хоть и кубиком уже просох, но мы сейчас делаем кубики в другую сторону, чтобы маленько расправилась та сторона. Хотя, знаете, во многих ресторанах, вот именно, которые специализируются на домашней кухне и говорят о том, что это всё уют и по-домашнему, и всё свежее, приходите к нам, кладут скатерти на стол. Даже, знаете, какие неглаженные и, знаете, такие как будто бы свёрнутые из домашнего шкафа. Вот, знаете, такие вот квадратиками. Вот такого плана. Я сама была в таких заведениях, поэтому это безумно приятно. Как будто бы домашняя атмосфера, она во всём. В каких-то, знаете, в каких-то вот маленьких, таких вот мелочах. Ну вот, в маленьких мелочах, а вот тут вот не складывается. Блин. Залом-то вот по другой стороне был. Я перевернула, залом был по другой стороне. А надо-то, чтобы тютелька в тютельку было. Потому что второй залом мне не нужен. Ну не будет же двойной строчки. Блядь. Ладно, я сделаю как было. Ну, чтобы не было двойной строчки, я же гладить не буду. Чего я, чё... Ну, вообще-то, если оно было бы не пересушенное, то у меня бы получилось. А так... А так нет. Просто пересохло. Пересохло. Надо бы... Бельё-то было вчера вечером. А нет, я его вчера вечером трогала. Оно внизу было... А, вот. Вот, видите? Тютелька в тютельку вот сейчас. Потому что уже по сложенным этим шовчиком сложила. Вчера вечером оно было маленько недосохшее. А вот эти вот несколько часов, которые ночью... Ну, я же не стала бы ночью просыпаться и перекладывать бельё. Да нахуя я его вертела, это бельё. Пусть оно хоть трижды, как сказать, пересохнет, но я буду спать спокойно. Не-не-не. Тык. Тык. Тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык. Простыня. 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 И две наволочки. А у меня вот этот комплект, который новый, пришёл, там четыре наволочки. Вот. И чё я хвастаюсь? Простыня? Ну-ка, ну-ка, пододвинуть нужно, чтобы она не сгибалась. Вот. Вот у меня бельё как лежит. Вот так вот кладёшь его в комод и всё, раз. Не бежат наволочки на одной полке, просто ни на другой полке, в другой стопке. Нет. Вот так вот берёшь, смотрите. Вот в этом ящике у меня лежит пастельное бельё. Вот у меня ещё очень красивый комплект. Видите этот, жёлтый? Жёлтый, однотонный, обалденный. Не этой стороной. Надо положить другой стороной, вот так вот, чтобы она не рассыпалась. Вот так вот. так так вот тут монеты я хочу убрать уже фиг знает сколько времени это мы вчера ходили пойти за конфетами не же я 200 рублей дала этом на сдачу жизнь дала мне деньги на конфетах то я пришла и тут же перевела потому что я пошла в этот в лес без денег что говорить у меня чего вот мешок от василька не разобраны болен так вычете из быстренько руки сполосну потому что монета брала бегу лечу что-то губки усохли надо бальзамчик на смолозе вот это вот кто будет разбирать стопе платье носочки домашнее платье носочки убрала лифчик лифчик сюда чисто новое платье это новое платье и в другом месте вот это вот нужно положить эти все вещи я ношу сейчас это все нужно положить в гардеробную в гардеробную на полочку на полочку на полочку отмышка написалось на полочку надо было посчитать у меня на у меня на кресле что творится вот то платье которое у меня очень красивая в котором я на аватарке на распаковке на распаковке василька я тоже среди всего прочего не заметила пояс она еще и с поясом идет не то тоже нужно разобрать но я это разобру разберу чуть-чуть позже а сейчас мои хорошие я сажусь за работу я сажусь за работу все мои дорогие как хорошо что это утро было таким чудесными она вместе с вами прошло все я работать и вам тоже желаю какой-то активности душевного подъема я вам желаю жизненных сил много сделать сегодня сидеть дома потому что потому что опасно выходить на улицу люблю целую ваша инна до встречи